В прямом эфире телеканала Санкт-Петербург, улица Правды, с вами Ирина Степанова и Юрий Зинчук. Добрый вечер. 20 век можно смело назвать веком женщин. Начавшись борьбы за равные права с мужчинами, слабый пол после двух масштабных войн доказал, что ни в чем не уступает сильной половине человечества. Более того, в результате сегодня, в 21 веке, уже никого не удивляет, что мужчины занимают, в общем-то, на первый взгляд, изначально женские позиции в обществе. Например, сидят в декрете или ни много ни мало работают мастером маникюра. Но в то же время борьба за свои права женщин в 20 веке обернулась тем, что в 21 веке стали стираться границы между полами. Эта тема обретает все больше общественный резонанс. Где кончается мужчина, начинается женщина? Где проходит граница между полами? Есть ли у нас еще шанс вернуться к традиционным ценностям, которые предопределены природой? И мужчина всегда должен оставаться мужчиной, а женщина женщиной. Вот тема нашей сегодняшней программы. У каждого своя правда. И каждому будет дано право ее высказать здесь, на улице правды. Ну, традиционный взгляд. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. И никаких отступлений тут быть не может. Эту позицию защищают политолог Мариана... Психолог, поправлю сразу. Мариана Дворецкая. Блогер Мила Левчук. И режиссер Юрий Александров. Ну, а позицию мужчина и женщина. Различий нет, по крайней мере, в правах. Такую позицию мне сегодня помогут, я надеюсь, защитить. Социолог Валентина Ушакова. Режиссер и общественный деятель Леда Гарина. И сексолог Лев Щеглов. Добрый вечер. Ну, и в начале дискуссии мы, представители каждых сторон, даем по 60 секунд. Одну минуту, чтобы обозначить свою позицию. Это ваша минута. Минута правды. В течение которой необходимо ответить на вопрос, то, что границы стираются, это катастрофа для общества или естественный этап развития цивилизации. Итак, время пошло. Мила, начнем с вас. Ваша минута. Я могу сказать то, что природа, она не случайно придумала так, как она придумала. И если бы сахар был солен, это была бы соль. И если женщина рождается с определенным набором характеристик, внешних, физических, психических, и они предназначены для того, чтобы их использовали максимально эффективно в своей роли. Если она начинает заниматься тем, что она может делать, но для чего она не предназначена, рано или поздно баланс нарушится. И если мы возьмем женщин, которые действительно могут делать все то же самое, что мужчины, они начинают это делать и вытесняют мужчин, мужчины начинают занимать их позицию. И мы, как женщины, часто очень хотим быть сильными, быть такими вот руководящими, тоже все, мочи и так далее, и так далее. Мы забываем о том, что в нагрузку нам даются слабые мужчины, которые просто начинают быть женщинами. И мы перестаем их уважать, мы говорим, они перевелись, не отковорожать, не за кого замуж выходить. Но это наша прямая вина. Наша, право прямая. Спасибо. И это наша вина, что мужчины бывают слабыми. Правильно? Да. Леда, вам слово. Вопрос тот же, да, то, что границы стираются, это катастрофа для общества. Или все-таки это естественный этап развития цивилизации? У Эмира Кустурицы спросили, что он считает основными достижениями прогресса за последние 2000 лет. И он сказал, а где вы видите этот прогресс? Посмотрите хотя бы на положение женщины. Оно там же, где оно было 2000 лет назад. Когда моя коллега поступала на режиссуру, ее спросили, а вам это, собственно, зачем? Ну вот, ведь вы можете выйти замуж и родить детей. И это тот вопрос, который слышит абсолютно любая женщина в любом вузе при приеме на совершенно любую должность. И даже если эта женщина, прекрасная талантливая математика, с дипломом отличия окончила вуз, ей гораздо сложнее будет сделать карьеру, чем менее талантливому математику мужчине. Только потому, что ей будут говорить, что предназначение, это, знаешь, сначала трек детей. Ради хотя бы двоих, посиди с ними 6 лет, и тогда, может быть, возвращайся в математику. И эти границы, о которых вы говорите, они, к сожалению, никуда не исчезли. Эта дискриминация есть, в том числе и в Европе. И мне кажется, что катастрофой будет, если мы не разрушим эти границы, потому что это будет означать, что человечество просто не способно на прогресс. Общество диктует и задает границы и стандарты, прежде всего, для роли женщины и потом же мужчины вторично. Правильно? Ну, это социальные нормы. Это интересная и очень длительная позиция. Это была правда от наших экспертов. Но, уважаемые телезрители, главная правда, это та правда, которая прозвучит от вас. Поэтому сегодня у вас спрашиваем, должно ли сохраняться различие между полами. Такой у нас вопрос сегодня на интерактивном голосовании. За вашими комментариями в нашей группе ВКонтакте следит наш коллега Ольга Артеменко. Оля, добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот на этом экране будут подражаться все комментарии из нашей группы ВКонтакте. Поэтому присоединяйтесь к нам, пишите и голосуйте. А я буду озвучивать ваше мнение в прямом эфире. Ну вот, например, давайте посмотрим. Пишет нам Лидия. Вы посмотрите, кого воспитывают женщины из мальчиков. Из крохи никогда не вырастет настоящий мужчина, если с ним сюсюкают почти до школы. А дальше контролируют почти до института. Но я думаю, об образовании и воспитании как раз-таки речь пойдет. А также на моей части сегодня молодые психологи, которых я также буду подключать к разговору. Оля, спасибо. Спасибо большое. И напоминаем нашим уважаемым зрителям, что вы, дорогие наши телезрители, можете высказывать свое мнение. Вот телефон, который вы видите в своих экранах, и можете отдать свой голос. Голосование началось. Полетели дальше. Ну и, чтобы обострить сразу же нашу дискуссию, сделать ее более предметной, хочу напомнить об одной новости, которая сейчас очень активно обсуждается в обществе. 8 ноября Конституционный суд Германии принял решение о внесении в связи с рождением так называемого третьего пола. Граждане, которые не считают свой пол ни мужским, ни женским, смогут в будущем обозначать его другим словом. Например, иной, некий иной пол. Обоснованием для этого решения послужила одна из статей в Конституции Германии о том, что каждый имеет право на самоопределение личности. Третий пол. Вот я хочу задать вопрос вам, уважаемые эксперты. Куда мы двигаемся? Дальше будет четвертый, пятый, шестой. Сегодня в Германии. Завтра пол Европы будет охвачена этим. Или я излишне демонизирую эту ситуацию? Давайте поговорим о том. Начнем с этой стороны. Юрий, вам слово. Да, вы знаете, я вот не знаю, как у математики, но в театре женщины очень активны, и они быстрее дедут карьеру, чем мужчины. Потому что, во-первых, они более ответственны, более мобильны. И по своему опыту я знаю, что вот я в этом смысле очень с Булгаковым согласен. Помните, собачье сердце? Вы мужчина или женщина? Какая разница? Но если женщина, вы можете остаться уже в головном уборе, да? Значит, поэтому, мне кажется, сегодня, когда все так и перемешалось, главное, какую по дизителю занимает человек. Я видел очень много действительно слабых мужчин и оскошных деловых женщин, на которых я бы равнялся. Я, Валентин Григорьевна, хочу подпишись в беседе. Граница в душе. А как специалисты, как раз по гендерным вопросам, я так поняла, что новость для вас была не нова, а уже слышали. На ваш взгляд, к чему это может привести? Усреднение пола на уровне, по крайней мере, документов. Куда мы дальше тогда пойдем? Это эксперимент. Это социальный эксперимент. Кого над кем возникает вопрос? Человечество постоянно экспериментирует, все 40 тысяч лет, сколько оно существует. Должна отметить, что, вот вы поставили вопрос, либо-либо, или-или. Понятно, это журналистский подход, обострить надо, провести дискуссию. Работа у нас такая. Работа у вас такая, и правильно делаете. Но абсолютно четкие различия мы видим в биологии. И то только в одном, в репродуктивной функции. Все. Все остальное у человека присутствует, независимо от пола. Так рожать мы перестанем, если садьем эти границы. Секундочку, ничего не перестанем. Вы с того начала не рожали, будем точнее. Не перестанем, не по-моему, не грозит. Я хочу развести. Видите, вам не нравится. Нет, нет, все будет нормально. Я хочу развести. Вот здесь у нас различия. Так, в репродуктивной функции, однозначной. А дальше, если мы возьмем антропологические характеристики, физические и так далее, и так далее. И мужчины, и женщины, коллега правильно сказал, они обладают всеми необходимыми способностями. Другое дело, субкультура мужская и женская, понимание мужественности и женственности, понимание феминности и маскулинности задается кем? Обществом. Когда сформировался вот этот образ сильный мужчина, слабая женщина, еще в первобытном обществе. Женщина рожает, вскармливает, она привязана к месту. А в средние века, рыцарь, дама, сердце. Доживем. Она рядом с детьми и продолжительной жизни 20 лет всего-навсего. Кто идет добывать мамонтов и прочее? Мужчина. Я бы вот с вами здесь не согласилась. Секунду, кто расходный материал? Мужчина. Мужчин и рождается на 5% больше. Природа позаботилась. Так, если мы не вмешиваемся в репродуктивный процесс. Давайте подойдем все-таки к дню сегодняшнего. Дальше, а в средние века возникает кодекс чести у рыцарей. Вот там женщина зависимая, покорная, сидящая в тереме, в замке, во дворце, не знаю где. Мужчина где угодно. Мужчина ее обеспечивает, защищает и так далее. Но это характерно было и свойственно только для тонкого слоя аристократии. Все остальные социальные группы и слои трудились на равных и мужчин, и женщины. Крестьяне, ремесленники. В общем, равноправие было всегда, Лев Матерьевич. Давайте это не закончим. Поэтому общество определяет пол и гендер, социальный пол. И они часто не совпадают. Биологический и социальный пол не совпадают. Лев Матерьевич, давайте подключать. Я хотел бы сказать следующее. Не отсиживайтесь в окопах. Ни в коем случае. Проблема действительно существует. Заострение ее сугубо журналистский прием. Хочу обратить внимание, что у нас двое замечательных ведущих. Мужчины и женщины обувь в брюках. Вы представьте себе... Да, дайте общий план. Режиссер, дайте общий план. Ну, Юрий, давайте будем честными. Это было не мое решение. Давайте представим себе... Это было мужское решение. Давайте представим себе, как наши прадедушки бы на это отреагировали. Ровно с таким же пафосом, как вы сейчас говорите о третьем поле. То есть, проблема, 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 безусловно, есть. Но, вот я бы сразу же очень оберег бы нас от каких-то апелляций к природе. Человек давно живет в поле культуры, а не в поле природы. Это первое. Второе. Я, может быть, вас огорчу, но чтобы быть полноценным мужчиной или женщиной, нужно 9 определенных стадий пройти. От генетического, хромосомного пола, зиготного, до пологениталий, потом полувоспитания, потом полувосприятия. И поверьте мне, что далеко не все полноценные мужчины и женщины. И последнее, очень важное. Ничего нового. Трансгендеры, транссексуалы, люди с размытым самосознанием пола были всегда. Просто о них сегодня громко говорят. Как у вас на улице правда. То есть век цифровой экономики, век социальных сетей позволяет более актуально подавать эту тему. Сейчас, секунду, хочу на второй площадке. И, Марьяна Ярославовна, вас хочу подключить. Если бы мы сейчас находились в арабском мире, вы бы оба стояли в платьях. Не могу спорить. Но уже прозвучала реплика по поводу воспитания, даже не одна. И в комментариях от наших телезрителей по поводу того, что сюсюкаются до последнего момента. И уже Валентина Григорьевна озвучила, что рождаемся-то мы, может быть, и разными, но воспитание играет тоже большую роль. А можно ли заложить какие-то установки, какую на самом деле роль играет воспитание, и с какого возраста? Что мальчик растет рыцарем, вот как Юрий предлагает, а девочка все-таки в прекрасном тереме должна себя ощущать. Знаете, я думаю, что так как эти проблемы сегодня очень насущны, то у нас появилось очень много исследований, в том числе и психологических, которые позволяют судить сегодня уже на эмпирически выверенной базе о тех последствиях, которые возникают, если у нас не появляется, например, той же половой идентичности. И вот одно из последних исследований, которое мне попалось на глаза, свидетельствует о том, что результатом отсутствия половой идентичности у дошкольников является следующее проявление. Это нарушение внимания, это гиперактивность, это те проблемы, которые мы сегодня рассматриваем в образовании уже как стихийные, потому что у нас не отдельные члены класса являются педагогически запущенными, а целые школы становятся педагогически запущены. И вот здесь действительно тогда возникает вопрос, а откуда сегодня такое массовое явление детей, у которых проблемы с эмоционально-волевой сферой, да еще в таких масштабах? Раньше они направляли на противоположный пол, а теперь куда ее девать, эту энергию? Оказывается, что если, например, мама не имеет четкой половой идентичности, например, не до конца может представить все свои особенности женские, то тогда у ее детей тоже возникает проблема в формировании половой идентичности. Это одно. И еще одна особенность, которая тоже подтверждается научными исследованиями, это проблема, связанная с репродуктивной функцией. Если мы, например, сегодня посмотрим на количество женщин, не способных иметь детей, при том, что они абсолютно репродуктивно здоровы, и они обращаются в специальные клиники и просят оказание им помощи искусственным образом, то оказывается, опять же, вот исследования не так давние Василенко Татьяны Дмитриевны показали из Курска, что очень многое имеет в этом вопросе образ матери. Если нет сформированного образа матери, то женщина может остаться бесплодной при наличии репродуктивного здоровья. Образ отца, я думаю, что это тема, да, тоже отдельная. Я Милу хочу еще подключить к беседе, потому что вы вначале сказали вот в этой самой минуте правды, да, об образе сильной женщины, которая тем самым подавляет и формирует слабого мужчину. Но разве как раз не медиа, не многочисленные блоги и инстаграм, вот то, что сейчас заменило когда-то модные гламурные издания, и пропагандируют вот эту позицию. Ты должна быть сильной, ты должна все успевать. Я сама, помнится, была программа. Ира, давай напомню, что Мила очень известный и популярный блогер, поэтому вот мы к вам в этом плане как эксперты. Здесь медиа, гламур, все в одном. Да, я не социолог, но у меня есть полтора миллиона человек, которых я, ну, грубо говоря, опросила. Я с ним уже два года общаюсь и задаю тему для разговора, и всегда получаю фидбэк. И у меня есть такой довольно-таки серьезный срез, возраст примерно от 25 до 34 основная такая, костяк. И когда я начинала свой блог, это было еще в тотальное, как это сказать-то, тогда распространено было вот это сильная женщина, self-made, я все сама добилась жизни. Я честно на вас смотрю, и мне кажется, что вы как раз и являетесь образом таким. Москва в себе не верит, типичный образ. Это в качестве комплимента как раз. Конечно. И когда я начинала говорить про то, что девочки, ну вы же хотите любви, ну признаетесь, вы же хотите, чтобы был сильный мужчина, чтобы он пришел, защитил, заслонил, чтобы не было нужды каждый день идти на работу в бой и свою семью содержать, своих детей прокармливать, да, а думать о том, чем я хочу заниматься, а не вынуждена, чем я буду развиваться, реализовываться, чем бы я хотела действительно заниматься. Вот я, например, буквально три месяца назад стала мамой, и я понимаю, что если... Поздравляем вас. Спасибо. Поздравляем. Для всех вас, вы знаете, вот потому что это очень большое для меня событие, и для меня стало понятно, что маму от ребенка оторвать это, ну, преступление, абсолютнейшее преступление, живодерство. А эти мамы, которые идут через две, три, там, недели... Три месяца во Франции, я напомню. Вот, да, пожалуйста, идут на работу, и эти дети, они либо в детском саду с кем-то, там какие-то люди... Живодеры, живодеры. Да, обеспечивают. Либо папа, либо няня непонятная какая-то. В общем, женщина должна быть рядом с ребенком и должна быть прежде всего хранительницей. Семен Пачага. Вот, Леда, прежде чем вам слово предоставить, просто у нас на связи по скайпу уже не первую минуту дожидается своего слова, я думаю, известная не только в Петербурге, но и во всей России спортсменка Наталья Карпович, многодетная мать, к слову, политик. Давайте ее подключим к беседе. Наталья Николаевна является еще, помимо прочего, учредителем фонда развития женского бокса. Серебряный призер первого женского чемпионата мира по боксу, ну и, как я уже сказала, многодетная мать. Наталья Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы возглавляете, вот я уже сказала, фонд развития женского бокса. Извините, зачем вы пропагандируете участие женщин в исключительно мужском виде спорта? Драться должны мужчины. Женщины должны сидеть дома воспитывать детей. Наталья Николаевна, можно чуть микрофон поближе, плохо вас слышим? В спорте мужчин и женщин есть спортсмены, спортсмены, это работа, это профессионалы, которые работают. Поэтому я думаю, что нужно говорить об олимпийском виде спорта, где по гендерному принципу должны быть и мужчины, и женщины. Я пропагандирую здоровый образ жизни, умных, красивых людей, которые могут совмещать и материнство, и профессионализм, это для женщин. Так же, как и мужчины сохраняют отцовство и профессионализм. Нужно говорить только о том, что разделить нужно личную жизнь от профессии или работы, которой человек занимается. Дома ты должен быть мамой, женщиной, красивым человеком, добрым, умным, а на работе профессионалом. Тогда, мне кажется, все встает на своем месте. А могут ли быть все-таки стерты границы между мужчиной и женщиной, на ваш взгляд? Если да, то в какой плоскости? Только в профессиональной? Я думаю, что границы втирают сами люди, потому что для них это удобно, либо для них существуют свои какие-то границы. На самом деле, женщина, она от природы создана расти детей и любить, не нужно ее сажать в какие-то определенные условия. А мужчина, он всегда добытчик. Поэтому, если их правильно воспитали, и есть нормальный позицион того, что кто делает, то в жизни сегодня время только принесло новое, что и мужчины, и женщины имеют равные возможности развиваться еще профессионально. Наталья Николаевна, спасибо вам большое. Напомню, что на связи по скайпу с нами была Наталья Карпович, учредитель фонда развития женского бокса. Многодетная мать. И, мне кажется, прекрасный пример вот такого синтеза, когда человек остается и со своими природными функциями, и при этом не боится выйти на ринг, и, если что, врезать не только, возможно, соперницы. Я бы хотела, да, я бы хотела возразить как мать, потому что я, например, не была в декрете, и я сидела 4 месяца дома просто потому, что наш театр был на ремонте, потом занималась своей работой, и ничего хуже, чем сидение в декрете с ребенком у меня в жизни никогда не было, потому что это бесконечно скучно. И в то же время мой друг, например, с которым мы тогда жили, он остался на полгода, сидел с ребенком, и он бросил свою офисную работу, которую он ненавидел. И замечательно органично себя чувствовал. Леда, может, у вас просто как раз вот тот самый слабый мужчина, о котором Мила говорила, вы его таким сделали? Нет, есть множество мужчин и женщин, которые, например, хотят заниматься детьми. Это никакого отношения к биологическому полу вообще не имеет. И мы должны, наверное, как раз идти к тому, что должен человек заниматься тем, что ему комфорт, воспитание или детей, или профессиональной деятельности. Я бы хотела дополнить по поводу гендерных особенностей. Что такое гендерная особенность? Если мы воспитываем мальчиков как мальчиков, давайте мы рассмотрим, чем это заканчивается. Это, например, заканчивается, что вот ты, мальчик, ты не можешь плакать. В результате у нас в пять раз больше мужских самоубийств, чем женских. У нас в результате идут войны. Это результат исключительно мужской и разнополой гендерной социализации. Минуточку. Я хочу уточнить, как педагог дипломированный, что это изъяны воспитания, а не полового воспитания. Это неправильное воспитание мальчиков. Друзья, давайте начнем с того, что никакого полового воспитания с 1996 года в стране нет. Почему, Олег Мальчикович? Потому что все программы полового воспитания, привития семейных ценностей, сексуального просвещения, все за бортом. Это первое. Второе. Мы можем говорить как угодно, но количество матерей-одиночек у нас, к сожалению, нарастает. А мы можем фантазировать, да? Мы можем все, что угодно говорить. Ну, как вы думаете, сколько женщин-педагогов в школах? 92 процента. Подавляющее большинство. Притом, давайте вспомним, что до 17-го года у нас женщин-педагогов были единицы, да? В искусстве-то все-таки сохранилась эта значимость и важность. Юрий Александрович, да, да, пожалуйста, закончим, потом мы... Я просто начинала с того, что я, когда пробивала вот эту стену первоначальную, мне очень возражали. У меня были такие баталии в комментариях под постами. Сейчас, когда я добилась все-таки, что девочки отделяют то, что им внушили, то, что им сказали, ты должна, ты должна получить профессию, ты должна себя содержать, ты должна быть самостоятельной. Мне кажется, девочкам сейчас в основном говорят, ты должна играть в туалет. Ты должна быть сексуальная. Карьерно устремленной такой. Карьеру должна сделать, ты должна все уметь, все успевать и быть на всех стульях одной помыли. Мужик в юбке есть такой термин даже. И когда я говорю, ну вы же хотите, чтобы вас защитили, быть любимой, посвятить свою жизнь от агрессивных мужчин, которые насилуют на улицах, вы знаете, нет. А начальников, которые унижают женщин, потому что они не женщины, почему? Да, 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 вот эти известные скобалы, которые сейчас переживают. Мужик в юбке страдает гораздо больше женщин, чем от агрессивных мужчин. Пока только американские голливудские актеры страдают от женщин. Да, потому что умная, женственная девушка, которая ведет себя достойно, она может через уважение к мужским качествам призвать его к достойному поведению, либо не позволит недостойное отношение к себе и уволится с той работы, где ее унижают, оскорбляют и дискриминируют. Мила, раз вы заговорили про комментарии, извините, уважаемые гости, у нас меньше минуты остается на то, чтобы уйти на рекламу. Да, вот после рекламы продолжим дискуссию. Но прежде еще хочется послушать как раз комментарии, которые пишут наши телезрители в группе ВКонтакте. Оля, что есть интернет? Да, смотрите, на самом деле, вы только что говорили про некоторых мужчин, можно сказать, мужчина в юбке, про некоторых женщин, простите. Да, такому типу. Да, про мужчин тоже, что в юбке можно сказать. Да, прекрасный половина человечества, характерны мужские повадки. Вот я считаю, что в наше время таким женщинам стоит почаще напоминать, что такое женственность. Мила, это, наверное, вот комментарий, так, в поддержку вам. И вот интересный комментарий от Давида, говорит, что тенденция стирания различий между мужчиной и женщиной и все-таки характерна для наших гламурных столиц Петербурга и Москвы. Вот интересно, замечали ли наши спикеры такую закономерность? Но прежде хочу передать слово моей площадке, буквально пару комментариев, пожалуйста. Вы знаете, нельзя, конечно, забывать о воспитании, потому что санитирный город для формирования идентичности именно на гализа и легать и оперирование, на полном виде, на są сантиметрами и anarкой, только на стену, и но от management, регулярно сaugдropriath культуры, так и сами или ими от supported постепенности, что не вибрительно, что такое проблемие. И приветствую? Да. тоже огромное количество. Спасибо, услышали, что немаловажно, даже на второй площадке у нас больше женщин. Давайте сейчас на рекламу уйдем, после чего будем разбираться, а что делать и надо ли делать со сложившейся ситуацией. Можно я скажу? Держи. Он свободный. В эфире улица Правда. У нас дискуссия продолжается. Говорим мы на тему границ между мужчинами и женщинами. Ну и вот еще, как оказалось, не менее острая тема, это роль женщины в целом, кто важнее мужчина или женщина. Но, Юрий, вы хотели вернуться все-таки к теме третьего пола. Пожалуйста. Вот я хотел рассказать еще об одной сенсации на обсуждаемую тему. Дело в том, что британское правительство уже официально обратилось в ООН с предложением заменить международных документов термин беременная женщина на беременный человек. Чтобы беременные трансцендеры не чувствовали свое ущемление. И в правах беременных мужчин, даже если их переделать в женщин. Их не бывает. Это, говоря языком молодежи, троллинг или это нечто большее? Это один из шагов на пути окончательного и полного стирания границ между мужчиной и женщиной. Вот кто рожать-то будет? Кто рожать будет? Беременный человек или кто? Ну, это риторический, видимо, вопрос. Это впечатление, и оно очень усиливается в последнее время, что у нас каким-то искусственным образом вообще стираются эти грани не только в образовании, но и в отечественной культуре. Это очень хорошо видно в примере тех, например, передач, которые показывают телевидение, мы можем читать там в прессе. И здесь возникает такая вот удивительная вещь. А что если вообще убрать образ мужчины и женщины из жизни, что получится? Я вот нашла дореволюционную книгу замечательную, значение женщины, в которой написано, да, вот такая вот книга замечательная, дореволюционная. Из каждого века не было никаких книг? Нет, нет. Они были больше не актуальны. Вы знаете, я нашла удивительную вещь. Что происходит с женщиной? Смотрите, деятельность ее становится суетливостью, наблюдательность переходит в пустое любопытство, острота ума обращается в лукавство, проницательность в дерзость, быстрота взгляда в ветренность, нежность, кокетство, вкус в изысканность, подвижность впечатлений в каприз, способность проникать в сердце делается интригой, влияние деспотизмом, нежность природы раздражительностью, а потребность быть полезной, жаждой нравиться. То есть мы получаем ту причину разводов, о которой вы сказали, когда женщина перестает быть женщиной, она становится источником всех неприятностей того мужчины, который пускается во все формы аддикции. мужчин считала, что у женщин будет отек мозга в случае висшего образования. Аристотель вообще считал, что у женщин не способны отек мозга. Вы знаете, в фашистской Германии так и было на самом деле. Вы представляете себе, мы все-таки хотим идти вперед. Мы живем в 21 веке. Вы представляете себе идти вперед с головой, развернутой назад. А что такое движение вперед? Движение вперед – это век от века изменение социального поля, культуры от одежды. А как это сказывается на особенностях нашей жизни, в качестве этой жизни, в ее, например, таких ракурсах? Как бы ни сказывалось, мы назад не можем залезть в землянки, а потом на деревья. Не можем. Я боюсь, что мы с вами сегодня живем практически в этих землянках и на этих деревьях, потому что страшно войти в подъезд, страшно жить даже за семью заборами. А я скажу почему? Виталий как мужчина. Уважаемый, мне бы хотелось вернуться к такому моменту. Вот Марьяна Ярославовна сказала, а если вот это все убрать, что останется в культуре? Я культуре хочу слово предоставить. Юрий Сякович, на самом деле, что останется, если не будет у нас конфликта классического мужчина и женщина, то на чем построена вся классика? Ну, знаете, театр пытался обойтись без женщин. Шекспировский театр, где мужчины играли женщины. Кстати, есть такая теория, что они, женщины, играют лучше, чем сами женщины себя. Потому что взгляд бы... Со стороны. Ну тогда мужчины должны играть женщину. Надо им это передать. Но я, честно говоря, немножко о задаче. Мне кажется, что современная женщина это комплекс. Конечно. Противоречий. Когда надо, она бывает слабой. И когда ей надо, она берет ситуацию... Хитрые мы получаются. Это всегда... Ну и в театре... Я, например, мечтаю театра, где только женщины. Потому что это надежно всегда, это ответственно, это порядочно, и это... Это красиво. Красиво. Потому что театр без красивой женщины... Сейчас уже... Главное, чтобы художественные руководители были женщины и дирижеры. Ну, и такое бывает. И главный режиссер. И получится классический змеюшник. Не загиняется. То есть вы думаете, что интриг в театре будет кончен. Да вы опросите... Не, ну правда, вы опросите любой женский коллектив и девочек, которые работают в мужском коллективе. Кому работает легче? Тем, кто работает следи мужчин. Потому что они могут всегда рассчитывать на... Господи, на достойные отношения. Потому что мужчины... Ну, я не беру... Как же мы без сексистских шуток и шлифков по заднице-то проживем? Никак! Ну, слушайте... Как мы без сексистских шуток проживем? Как мы без сексистских шуток проживем? Никак! Вы утрируете очень. Вот вы задали мне вопрос в перерыве. Я хочу пояснить, почему именно женщины ответственны за то, что происходит сейчас, да? Как женщина может регулировать состояние там семей или состояние там преступности, о которой мы говорим. Женщина имеет очень важное качество, достоинство свое женское. Приведу исторический пример. Мужчина свое мужское. Минуту, пожалуйста. Я хочу договорить. Это моя главная речь. Когда Америку открыл Колумб, кто туда поехал? Мужчины, авантюристы, преступники, те, кто скрывались от закона, те, кто не имели семьи, потому что там, извините, были командчи, и можно было элементарно... Там были женщины, там было сокровище, там были новые возможности. Женщины не были. В поисках женщины и мужчины часто отправлялись. Когда ситуация устаканилась, люди обжились, нашлось золото, туда поехали отцы семейств, повезли своих жен, достойных дочерей, воспитанных европейским обществом, как леди. Они их привезли, открыли там раньше, там начали промышленники процветать и так далее. Я скажу чуть-чуть об этом чуть позже. Дайте закончить. Эти достойные леди должны были за кого-то выходить замуж. И они очень нравились ковбоям. И ковбой приходил к этому отцу и говорил, отдавай, Джоны. А она падала в обморок. И говорила, убейте его от меня. Он воняет, он плюется, он, не знаю, живет в хлеву. Для того, чтобы я вышла за него замуж, он должен пульти в себя и быть похожим на человека. Мила, заключайте, потому что... Мила, заключайте, потому что... Мила, она много, мало, а желаю, чтобы высказаться много. Секунду. Мила, ровно, 30 секунд даю. Через одно столетие... Включите секундомер. 30 секунд, выключай микрофон. Поехали. Через одно столетие, буквально или через пару, Америка стала самой пультантской страной в мире. Это фантазия. На тему истории не имеющая никакого отношения к историческим источникам. Говорить такое просто стыдно. Откройте хотя бы Википедию. Давайте вернемся, уважаемые гости, к другому моменту. Мы так или иначе уже коснулись темы воспитания. Сейчас все активнее внедряются такие предложения, как давайте гендерный подход с детского сада еще вводить. Мне хочется понять, насколько вот это предложение, все-таки если разбираться, что делать со сложившейся ситуацией, вот это предложение, насколько рационально. Во-первых, хочу Льва Моисеевича услышать, можно ли вложить, если там есть какое-то отклонение, психическое у ребенка все-таки правильные ролевые модели или наоборот, извините, воспитать трансгендера, извините за мой французский. Подавляющее большинство этих состояний несет врожденный характер. Можно специально, как-то чтобы загубить детскую душу, можно на короткое время увеличить количество нелепых экспериментаторов, которые поэкспериментируют, а потом все-таки прибьются туда, каковы они есть. Это очень много, при Юрии Александрове, шума из ничего. Проблема есть, но она не имеет вот этот характер. Скоро сотрутся все грани, мы все вымрем. По улицам будут бродить какие-то непонятного пола люди. Беременные мужчины. А так просто гопники ходят всем хорошо. Есть, вы назвали прекрасное слово, проблема половых ролей. С ними допутанница, потому что у некоторых есть почти домостроевские устремления, у некоторых излишне продвинутых есть вот эти мысли, которые кажутся... Все должны быть равны и свободны. Но это вызовы 21 века, это нормально. И нормально их спокойно решат. В 22 веке или от мысли. Другие проблемы. Семьи не погибнет, брак не уйдет никуда. Вопрос в том, что будет. Он видоизменен. Мужчины и женщины останутся, но ценность семьи и брака уже сейчас определяется чувствами, любовью. И именно брак дает человеку самое главное. И другим богом. Что? Самое главное, психологический комфорт. Да, уходит экономическая, такая-сякая. И сейчас новая модель, 21 век дает нам новую модель успешного человека и мужчины, и женщины. Раскрыть свой личностный потенциал. Независимо. Независимо от пола. И проявить себя в качестве мужчины или женщины и в приватной жизни, то есть в семье, стать мужем, женой, отцом, матерью, или в профессиональной. Или выбрать что-то одно. И комбинировать. Человек должен быть свободен. Но в продолжении все-таки разговора, давайте подключим, такая тема невозможна. Депутаты Государственной Думы, Российской Федерации, активного защитника традиционных ценностей Виталия Милонова. Он с нами на связи по скайпу. Виталий Валентинович, здравствуйте. Вот на ваш взгляд, что должно предпринять общество, возможно, уже сейчас, для того, чтобы сохранить традиционные роли мужчины и женщины? Далеко зашло человечество, и мы оказываемся в обществе, где нет ни мужчин, ни женщин, где детей заставляют определять собственный пол с пяти лет, где мальчики на конкурсах побеждают, если они заявляют, что они девочки. Все это безумие можно легко остановить, всего лишь не дав определенной, очень маленькой группе людей начать процесс стирания, стирания различий между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами. Вот может быть, как вариант решения проблемы, это должен быть некий гендерный подход к воспитанию детей. Девочки играют в куклы, мальчики в войну, более того, я читала, что в некоторых детских садах даже спортивный инвентарь поделен девочкам скакалки, мальчикам теннисной ракетки. Я думаю, что мы должны отойти от этого неправильного термина и развиваться в соответствии с законами, как они есть, законами природы, то есть мальчики должны быть, мальчики, девочки, девочками. И воспитание, соответственно, должно быть различным. Здесь мы можем подчеркнуть и различные предметы, которые потихонечку можно вводить в школах, и различия в играх, различия в каких-то поведенческих стереотипах, которые мы будем преподавать. Виталий Валентинович, мы здесь в студии обсуждаем еще один из аспектов темы, это третий пол. Нужно ли нам такое определение? Третий пол нужен для того, чтобы на законодательном уровне ломать стереотипы традиционного развития, для того, чтобы бить на отмашь статус традиционной семьи, чтобы низвергнуть святость и сакральность материнства и отцовства. Третий пол нужен для того, чтобы сказать, мы такие же, как и вы. Спасибо, Виталий Валентинович. На связи по скайпу с нами был депутат Виталий Милонов. Каждого. Давайте спас. Пожалуйста. Гендерное воспитание присутствует в чудовищном количестве. И в школах, и в детских садах. И всегда навязывается девочкам. Если вы были в любом детском магазине, книжном или игрушечном, там будет два лагеря. Синий лагерь, где будет конструктор, развивающий игрушки, разные железные дороги для мальчиков. И будь принцессой, будь красивой для девочек, это навязывается с детского сада. У меня была любимая игрушечная железная дорога. И в результате мы видим не то, что выбирает человек, а то, что ему с детства навязывается. И это приводит к катастрофическим последствиям. Например, к гигантскому уровню домашнего насилия. К тому, что мужчина не привык заботиться о ребенке. Он не считает, что это каким-то образом к нему вообще имеет отношение. Так смотрите, если в детском саду нам как раз и будут предлагать ролевые вот такие модели. Более того, в некоторых детсадах России уже это делается. Где девочки играют в куклы. Мальчики защищают семью. Мама, папа. Классика жанра. Так вот, нормальные семьи у нас вырастут. Они будут знать, что они тоже должны заботиться о детях. Они тоже должны вести хозяйство. Я хотела бы здесь сказать о том, что у меня был недавно опыт общения с людьми в Швеции, в Дании, которые уже вплотную столкнулись с этим экспериментом. И я разговаривала с воспитателем одного из детских садов. И вы знаете, они воочию подтверждают те, может быть, в какой-то мере теоретические обоснования, которые имелись еще в начале 20 века, высказанные Жаном Пиаже, Колбергом, о том, что если у нас не формируется половая идентичность, у нас не возникает оснований для становления и формирования нравственности. И в первую очередь, когда происходит вот это смешение ролевое, мы лишаем возможности ребенка дальше становиться активным членом, не идущим в то будущее, где мы, извините, должны будем одеть каски и противогазы, а в то будущее, где мы, где мы будем жить, не закрывая двери, не боясь, что придут люди, которые нас накажут, ограбят, когда у нас в обществе прекратится вот это засилие, воровство, обмана, когда появится нормальное поколение людей, а я вижу сейчас молодежь, которые приходят уже совсем с другими установками, у них есть желание жить в обществе, где комфортно, и комфортно жить вместе. Давайте еще, уважаемые гости, послушаем, что пишут наши зрители в группе ВКонтакте, и, соответственно, что готовы прокомментировать, еще и вторая площадка. Коля, пожалуйста. У вас просто такая бурная дискуссия началась, поэтому хочется спросить у моих гостей, на ваш взгляд, кто пока что побеждает в этом споре? Мне кажется, все-таки побеждает сторона за стирание границ, потому что есть факты, помимо семьи, помимо рождения детей, есть, конечно, такие-то понятные традиционные вещи, ну, рожает женщина, это факт. Все остальное формируется культурой. И общество. Да, хорошо. Короче, коллеги, у вас очень мало времени. Я, наверное, не соглашусь, потому что мы не можем пойти против физиологии, дело не только в репродуктивной функции, но и в строении головного мозга. То есть мужчины по своей природе более агрессивны, а легко какие-то навыки вызывают женщины более гибкие, способны к эмпатии. А, да, хорошо. Спасибо. Давайте два комментария. Два комментария, коротко. Из интернета вот пишет нам Лидия, женщины долгое время добивались равенства с мужчинами, за что боролись, на то и напоролись. А вот Ксения пишет, женщина должна быть на 100% женщиной, чтобы вдохновлять 100% мужчину. На самом деле, по комментариям где-то 50 на 50, но в нашем голосовании где-то 90. А давайте посмотрим, как голосуют наши зрители. попрошу сейчас режиссеров вынести на экран. Итак, 93% наших зрителей считают, что границы должны быть и границы между мужчиной и женщиной должны сохраняться. Или всего лишь 7% против. Давайте продолжим наш эфир сразу же после рекламы, но вы увидите, насколько накаляется. Есть еще время немножко, да, может быть, в другую сторону голосования повернуть. Сейчас переремся на рекламу, после чего продолжим разговор. В прямом эфире телеканала Санкт-Петербург, улица Правды мы продолжаем и, собственно, в продолжении разговора хочу подключить к беседе нашего коллегу Александра Макошенца. Он сейчас находится на той самой улице Правды. Я знаю, что Саша провел небольшой своеобразный эксперимент. Саша, в двух словах, что, собственно, за эксперимент и каковы его результаты? Коллеги, здравствуйте. Эксперимент был очень простым. Я опросил примерно 50 человек, показывал вот такие вот таблички. Собственно, для кого предназначена эта табличка, был главный вопрос. Были интересные ответы. Кто-то сказал, что эта табличка для моряков, не знаю почему, для учителей, и вот самый оригинальный, для супергероев. Видимо, вот этот угол, это плащ супергероя. Но большинство с заданием справились, говорят, это табличка для третьего пола. Так вот, вопрос, а нужен ли нам третий пол, разделил людей на два лагеря. Поколение постарше говорили, вы знаете, не нужны нам вот эти вот ваши европейские ценности, и третий пол нам тоже не нужен. А молодежь говорила, а почему бы и нет, никому это не мешает. В принципе, это довольно-таки толерантно. И очевидно, что это явление из современного мира. Я говорю про третий пол. Так вот, я хочу задать спикерам вопрос, пока еще не совсем понятно, это все-таки мода третий пол, или это правило, по которым нам жить в современном мире. И поэтому я хочу задать спикерам вопрос, а какими выявите отношения между полами через 5-10 лет? Будут ли стираться границы, и появится ли третий пол? Я говорю, разумеется, про нашу страну, и в частности... Саша, спасибо за отчаянный эксперимент, потому что кто-то ведь мог и не понять. Валентина Григорьевна, вам этот вопрос переадресую, как раз как специалисту по гендерным вопросам, и отчасти, извините, вы у нас сегодня как футуролог выступаете. Вы знаете, мужчины и женщины были, есть и будут, останутся с биологией, с репродуктивной функцией, все в порядке, все сохранится. Вот, что касается социальной реальности, социальной реальности, тех возможностей, которые дают новые технологии, компьютеры, все равно кто с ним работает, мужчина, женщина, поэтому и дети могут играть, и мальчики, и девочки с этими игрушками, и с гаджетами, они уже рождаются с ними, в общем-то, в руках. Вот, социальная реальность дает возможность человеку раскрыть свой личностный потенциал, независимо от его пола. Семья, брак, любовь, все сохранится, почему? Потому что людям, и мужчинам, и женщинам, нужен психологический комфорт. Спасибо. Ваше мнение? Я думаю, что пытаясь избавиться от одной крайности, униженности, небесправности женщин, мы впали в другую крайность, когда женщина ассоциирует себя с мужским миром и пытается мужчину заменить. На самом деле, правда, посередине. Женщине нужно дать права, но нужно не вменять ей мужские обязанности. Она должна выполнить свои обязанности с равными правами с мужчиной и применить себя так, как ей будет удобно, приятно, хорошо и счастливо прожить, а не так, чтобы кто-то сказал про нее, молодец, сильная всего достигла сама, при том, что она приходит домой и плачет, потому что ни любви, ни контакта с детьми, ни контакта с собой у нее нет. Одинокая женщина плачет так. У нас представители обычной культуры и искусства тоже по-своему такие предвестники будущего, жрецы. Юрий Сякович, а на ваш взгляд, отвечая на вопрос нашего коллеги, что будет через 10, через 15 лет? Женские театры, как вы уже нарисовали перспективу, или нечто? Художественные руководители женщины. Дирижер, разумеется, или великие художественные руководители женщины Наталья Сац организовала для свой театр. Волчек. И да, конечно, Волчек Галина. Дело в том, что я считаю, что третий пол в театре давно существует. Это бездельники, которые делают вид, что они работают, пристраиваются. А вообще, если по жизни говорить, то, конечно, это гадость. Такая же гадость, как и Магдобой женский, и женские бои в грязи. Это я был на этом, и видел, как перекашиваются лица у мужчин, и какие они, ну и выходят после этого зрелища. Но, по-моему, мне кажется, что правда, где-то посередине. Мне не понравилось голосование, поэтому, если можно, я перейду вот на ту сторону. А мы вам хотели... Юрий Александрович, я вам аплодирую. А вот давайте узнаем, насколько созвучны мнения экспертов. Сейчас мы вам еще обязательно слово предоставим, уважаемые гости. С мнением петербургцев мы неоднократно заглядывали на улицу правды в разное время суток и мучили местных жителей вопросом, А что они думают по поводу третьего пола? Давайте послушаем. Существуют какие-то традиционные отношения, они, кстати, очень такие разнообразные, и, наверное, их достаточные. Для нашего города ну, недопустимо. Ну, а зачем третий пол? Что это такое? Оно? Что это за третий пол? Это мужчина и женщина, что ли? Вместе? Кошмар. У меня человек православный, поэтому я как бы против третьего пола. Считаю, что России это не надо. У меня просто у самого есть дети, и как бы, и объяснять им это, что такое третий пол, мне даже как-то неудобно. Если сейчас это будет введено, это будут просто большие разборки, на мой взгляд. Эта идея хорошая, когда все права людей принимаются, все мнения принимаются. Ну, в большинстве регионов не приживется, и просто будут волнения людей и недовольства. У нас в Санкт-Петербурге, это, как сейчас говорят, в тренде. Свобода самоопределения, она важна. И для нашей страны точно так же, как и для других. Давайте еще посмотрим, результаты нашего голосования телезрителей. 94% говорят, должны сохраниться границы между мужчиной и женщиной. Оля, как голосуют наши зрители ВКонтакте? 94% ВКонтакте. 75% за то, что границы должны быть все-таки сохранены, но на самом деле, судя по комментариям, вот я уже говорила, где-то 50 на 50. То есть одни говорят, что все-таки границы должны быть, вторые говорят, что границы это условно зло и все мы равны. Вот пишет Оля, например, от гендерных стереотипов одни проблемы. Ну, в процентном соотношении, Оля, напомните еще раз, сколько? 75% за то, что границы... Но все-таки больше ВКонтакте тех, кто допускает то, что границы могут быть стерты. Давайте искать все-таки точки соприкосновения. Мы здесь собрались не для того, чтобы ссориться, мы здесь собрались для того, чтобы найти вот тот самый консенсус. Но если вы позволите, мне хотелось бы сказать... Вот есть какие-то условия, которые вы бы приняли для того, чтобы, ну, занять вот как Юрий Сахачевич ту позицию? Или нет? Перебежать на эту сторону бригады? Или категорически вы не согласны с их мнением? Пожалуйста, вам слово. Знаете, я исхожу из тех реалий жизненных, которые наблюдаю как ученый, как мать, и как, в общем-то, человек. И могу сказать, что когда мы делаем уступки в отношении к очень важным, жизненно важным условиям, то мы можем оказаться в ситуации снежного кома. Как говорится, знаете, дай немного палец, тебя и полукать руку откусят. Вот поэтому, может быть, моя позиция такова, что мы должны сегодня, сохраняя вот такой приоритет, удивительный, уникальный приоритет, что у нас 94% голосуют за то, чтобы сохранялись все-таки различия между мужчиной и женщиной, ну, наверное, нужно этот авторитет использовать для того, чтобы сегодня включить в образование особенность воспитания мальчиков и девочек. Мила, что вы бы согласились, на что бы вы согласились, чтобы перейти вот на эту позицию? Вы знаете, я на этой позиции была. Я жила так, ну, сколько, 31 год. Я была крайне несчастлива, вопиюще несчастлива. Но когда я приняла себя как женщину, когда я перестала соревноваться с мужчиной, когда я перестала доказывать ему, что я тоже, я сама, я хочу. И стала женщиной? Я стала доверяться ему, следовать за ним, позволять ему из уважения к нему быть мужчиной и исполнять свою роль на 100%, и сама выполнила на 100%, у нас совокупно получилось 200%. Я против того, чтобы делить 50 на 50, это всего лишь 100% в то время, как мы можем иметь двойную эффективность, каждый на своем месте. Спасибо, услышали, уважаемые гости. Юрий Сакси, наверное, не даем слова, он уже перешел на эту точку зрения. Я просто о том могу сказать, я за разность, понимаете, ну и нельзя нас тричь под какой-то гребенок, а в смысле воспитания, я все-таки за то, чтобы мальчики воспитывались отдельно, а девочки отдельно. Олег Моисеевич, готов перейти на ту сторону, если да, при каких условиях? Я думаю, что такое заострение не отвечает самой проблеме. Я глубоко убежден, что мужчина и женщина должны иметь совершенно симметричные возможности, а разница между ними все равно останется. И я глубоко убежден, что бесконечно звучащее сегодня в нашей программе слово «мы должны». Мы – это как воздух. Это не «мы должны», а «мы должны жить» и изучать ту ситуацию, которая есть. А границы возникнут сами. 40 секунд у нас остается. 40 секунд буквально. Еще последний слой. Мне кажется, что все время путаница между полом и гендером и отсутствие причины следственных связей, потому что вот эта вот разница гендерная дает огромное количество гендерной дискриминации, в том числе физического и сексуального насилия. Поэтому коротко я за то, чтобы все границы Более осторожных терминологиях. Более осторожных терминологиях. Различия в биологии и стирание различий в политико-правовой сфере, которой вы пользуетесь тоже прекрасно, в реализации потенциала человеческого, особенности в субкультуре. Спасибо. Спасибо большое. Давайте я тогда перейду вот в противовес вот на эту сторону и подведу такой короткий итог на правах ведущего. У вас здесь секунду. Время летит мужчина и женщина. Ну что сказать, отношения между ними это основа всех главных сюжетов мировой культуры, живописи, литературы, кинематографа. Это основа психологической модели поведения в обществе. Это нравственный ориентир для воспитания человека. Джентльмены, рыцари, защищающие дамы. Это самый понятный, естественно, единственный способ для того, чтобы рождались дети. И тогда возникает вопрос, зачем это разрушать? Если этот вопрос можно обсуждать, как это делали мы сегодня в эфире, то же разрушать эти границы, ликвидировать нельзя. Как поется в одной песне, потому что в этом есть что-то такое, чем взрывает мир. Не надо торопиться взрывать мир. Ира, завершайте. Это была улица правды. Я в завершение хочу сказать, только будьте счастливы в том состоянии, в котором вам комфортно. Все остальное детали. До свидания. И смотрите улицу правды. До встречи ровно через неделю. Ура! Редактор субтитров А.Семкин